Довольно часто бывает нужно передать файлы с одной машинки на другую. В зависимости от некоторых факторов используются различные инструменты. Сегодня речь пойдет в основном про небольшие объемы данных, скажем до 10 гигабайт и не требующие постоянной передачи. Например, закинуть архив с программой на сервер, скопировать логи на локальную машину, сделать небольшой бэкап и все такое. И все это можно сделать с помощью нескольких утилит, использующих SSH для передачи данных. Это позволяет обезопасить передачу файлов, но сам протокол не оптимизирован для передачи большого объема данных. Если вам нужно просто передать файлы с одной машинки на другую, подойдет утилита SCP. Во многом она напоминает стандартные копии, но умеет работать с сетью. Синтаксис простой. SCP откуда? и куда? Можно копировать с удаленной системы на локальную, с локальной на удаленную и даже с удаленной на удаленную. Начнем с простого. Мы находимся на CentOS и хотим скопировать локальный файл на Rheal. Файл находится в текущей директории, поэтому путь к нему не указываем. Как и в SSH, мы должны указывать пользователя, которым логинемся и адрес удаленной системы. Затем ставим двоеточие и указываем путь, куда хотим скопировать. Например, в домашнюю директорию пользователя юзер на Rheal. Так как мы подключаемся в первый раз, видим сообщение о ключе хоста. Пишем yes и вводим пароль юзера от удаленной системы. После чего появляется строчка с прогрессом копирования. Теперь попробуем скопировать директорию. Для этого нужен ключ R, рекурсивно. На этот раз для примера укажем полный путь к локальной директории. На локальной машине я сижу от пользователя юзер и на удаленной машине есть юзер с таким же логином, от имени которого я подключаюсь. Поэтому мне не обязательно писать логин для удаленной машинки. Также вместо IP-адреса могу прописать имя хоста. Неважно, прописано оно в SSH конфиге, в etc-hosts или на DNS сервере. Ну и после двоеточия укажем полный путь к директории TMP. Введем пароль и увидим, что передались все файлы. Теперь попробуем скопировать с удаленной машинки на локальную. То есть теперь сперва указываем удаленную машину, а потом локальную директорию или файл, если мы хотим его перезаписать. На этот раз используем globing, то есть скопируем все файлы с директории var.log на удаленной системе, заканчивающейся на .log, локальную директорию documents. И все прошло успешно. Теперь попробуем скопировать с удаленной машинки на другую удаленную. Чтобы не приходилось вводить пароли при копировании, сперва закинем SSH ключи. Когда все готово, скопируем директорию etc-sh с Rhella в директорию backup на CentOS. Кстати, когда у вас есть ключи, можно использовать tab для автодополнения, то есть путь подхватывается с удаленной системы. На этот раз вывода не будет, но можем увидеть результат, просто сделав ls через SSH. Можно еще использовать ключ C для сжатия данных перед копированием. Если вы планируете копировать множество мелких файлов, лучше предварительно добавить их в архив и скопировать одним файлом. Так будет гораздо быстрее. Так как при копировании обрабатывается каждый файл, и если файлов тысячи, то это будет большая нагрузка на процессор и сеть. Окей, со SCP разобрались, утилита, которая позволяет просто копировать файлы по сети. Но иногда этого недостаточно. Нередко вам нужно не только скопировать файлы, но и создать директории, изменить права, удалить какие-то файлы и там подобное. Да, это можно сделать просто подключившись по SSH, но это не всегда удобно. Особенно для тех, кто не привык работать в командной строке. И тут лучше подойдет SFTP. Программа, которая позволяет взаимодействовать с файлами через SSH. Есть отдельный протокол FTP, который позволяет сделать то же самое. И SFTP, грубо говоря, добавляет функционал FTP в SSH. Но отличия все же есть. Например, FTP использует множество портов, в отличие от SFTP, который работает на одном порту. FTP по умолчанию не шифрует соединения. Для этого ему нужно добавлять сертификаты и получается FTPS. Шифрование в SFTP и FTPS работает по-разному. FTPS гораздо быстрее, но его нужно устанавливать и настраивать. А SFTP по умолчанию есть на любой Linux системе. В наше время FTP и FTPS довольно редко используются. В основном, если компания хочет поделиться какими-то данными с посторонними пользователями и компаниями. Локальные сети с файлами работают с помощью других протоколов. Да и в интернете в последнее время публичные облака стали популярнее для передачи файлов. Ну и легче выложить файлы на сайте и качать через HTPS. Ладно, перейдем к SFTP. Как я уже сказал, обычно он уже стоит и ничего доустанавливать не надо. Вообще, с помощью утилиты SFTP можно подключаться к удаленной машинке. Тогда появляется консоль с определенными командами, которые позволяют класть или забирать файлы с удаленной машинки, менять их права и многое другое. Но это неудобно для повседневного использования. Обычно с SFTP работают через графические приложения. На Linux некоторые файловые менеджеры могут подключаться по SFTP. Откроем Nautilus, нажмем Other Locations и снизу в строке напишем следующее. Как в браузере пишется HTTP и HTPS, так и тут можно написать протокол, двоеточие, два слыша, а дальше пользователя и адрес сервера. Программа запросит у нас пароль удаленного пользователя, после чего подключится. И теперь мы можем взаимодействовать с удаленными файлами почти как с локальными. Мы можем создавать директории, изменять текстовые файлы, копировать с локальной машины на удаленную и наоборот и все в таком духе. Если у вас основная система Windows, то вы также можете воспользоваться различными программами для подключения к SFTP. Одна из самых популярных в NSCP – бесплатная и свободная программа. Здесь вы можете сохранить несколько сессий, пароли и прочее. Обычно все используют две панели, где слева ваша система, а справа удаленная. И вы простым перетягиванием можете копировать файлы и директории, ну и всячески взаимодействовать с ними. Рассмотрим еще одну утилиту – R-Sync. В основном ее используют для синхронизации данных между двумя директориями или системами. Чем-то напоминает SCP, но есть отличия. Представьте, что вы скопировали директорию с различными файлами из одной системы в другую. Допустим сделали бэкап. И за неделю какие-то файлы изменились, и вам нужно опять перенести эти данные. SCP опять скопирует все файлы с нуля, даже если в файл добавилась всего одна строчка. Если речь идет о десятках гигабайт и больше, то нужно огромное количество времени. Если же вы используете R-Sync, первый раз у вас точно также передадутся все файлы. Но в следующий раз программа перед передачей проверит отличия файлов, основываясь на разных размерах и дате модификации. Используя алгоритм найдет измененную часть файлов и передаст только ее. В итоге во второй раз вместо повторных десяти гигабайт скопируется всего один мегабайт. То есть произойдет синхронизация. Измененные данные называются дельтами, как в математике. R-Sync тоже использует SSH для передачи данных. На самом деле он может и по-другому работать, но сегодня мы разбираем только SSH. Чтобы R-Sync работал, он должен быть установлен на обоих системах. Давайте для теста создадим директорию и пару файлов в ней. После чего используем R-Sync, чтобы синхронизировать директорию на удаленную машину. Синтаксис как у SCP, но мы еще использовали два ключа. Ключ A – это чтобы скопировать рекурсивно, так как мы копируем директорию плюс сохранить права у файлов. Ключ V – это verbose, чтобы мы видели, что скопировалось и какой объем этих данных. Если мы попробуем еще раз запустить эту команду, никаких файлов мы не увидим, потому что ничего не изменилось. Теперь изменим один из файлов, что-нибудь в него запишем и еще скопируем новый файл в эту директорию. После чего еще раз запустим R-Sync. Как видите, на этот раз передалось всего два файла – новый и измененный. Давайте попробуем изменить еще пару файлов, удалить один из них и еще раз запустить синхронизацию. На этот раз я добавил еще два ключа. Defiz Z сжимает данные перед отправкой. Defiz P показывает прогресс. С маленькими файлами это незаметно, но если синхронизируется большой файл, будет легче понять, сколько перенеслось. Только что мы удалили файл. А удалился ли он на той стороне? Давайте проверим. Как видите, хоть мы и удалили файл тут, синхронизация не удаляет файлы на той стороне. Но если мы хотим, чтобы файлы удалялись, добавим ключ delete. В выводе видно, что команда удалила файл. Можем также убедиться в этом сами, с помощью ls. Работая с R-Sync, важно помнить о слэше. Если вы не ставите слэш перед директорией, то копируется сама директория со всем содержимым. Если же поставить слэш, скопируется только содержимое директории. Обратите внимание, я просто поставил слэш после директории, и это привело к тому, что все файлы в домашней директории удаленного пользователя удалились. Все потому, что содержимое директории test1 копировалось в домашнюю директорию, а не в директорию test1. Из-за ключа delete, R-Sync проверил, чтобы файлы в удаленной домашней директории соответствовали файлам в директории test1. Увидев, что есть лишние файлы, R-Sync просто их удалил. Поэтому будьте очень осторожны с этим. У R-Sync много функционала, но на пока этого достаточно. В целом, это очень популярное решение как для бэкапа, так и для постоянной синхронизации данных между двумя серверами. Если SCP для большого объема данных не подходит, то R-Sync с этим справляется хорошо. Поэтому R-Sync можно добавлять в планировщик и автоматизировать бэкапы. Но не забудьте предварительно создать SSH-ключи, потому что без них R-Sync будет просить пароль, а планировщик за вас пароль не введет. Давайте подведем итоги. Сегодня мы разобрали различные инструменты для передачи файлов по сети. SCP часто используется для передачи небольших файлов. SFTP – это больше функционал, который позволяет удаленно работать с файлами. А R-Sync позволяет синхронизировать данные, не используя много трафика. Все они используются очень часто, поэтому важно уметь ими пользоваться.